Всеми народами за имя мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Вот будущая картина церковного мира, обращение с верующими. Когда приходится просто в мире быть, как-то не так заметны верующие. А вот такие места, где собираются отдельно преступники и верующих сажают, резко отличаются. А то везде должно так отличаться. Вы как светило сияющее в мире, Господь говорит. И даже любить бы. Людям нравится то, что верующие делают. Не воруют, работают хорошо, в семьях порядок, но все люди возненавидят их. Я мысленно так вот думаю, как это начнется гонение. Вот сейчас такой период переживаются. И сумеют так сделать, что все до одного бросятся на верующих. Думаю, что начнется именно с терроризма. Вот видите, террор какой. Нужен порядок, порядок. А чего он? На религиозной основе. Ну там свое, здесь свое. Видите, здесь тоже патриотизм, туда танки гнали. Вот которые сегодня священники освещают, танки, военную технику. Это все будет поставлено на учет. Вся эта мимикрия, подделка вскроется. Так вот, если бы в одной религии-то были люди, этого не было, не было. А вот это как раз то, что Атихрисы принесет. А христиане истинные, воспротивятся этому. Ну вот уже сегодня уже можно гнать начинать. Но я не хочу той веры, потому что она не спасительная. Вот сегодня бы сказали, что давай молись мизинцам. Мизинцам. Ничего особенного нет. Можно и мизинцам молиться, но не привыкшие. Откуда раскол-то начался? Люди Писания не знали ни тех, кто хотел порядок, ни тех, кто ничего не понимал. Просто ходили, приходили, стояли и уходили. И что из этого получилось? В первом послании Петра 4.16. А если ты страдаешь как христианин, то не стыдись. Но прославляй Бога за такую участь. Тебя гонят, бьют, позорят, отнимают имение. Прославляй Бога. Очень непросто прославлять. Хочется показать, он же не прав. Но я прояснить хочу его, а этого не надо делать. Молчишь, значит, так и было. То есть я любой вариант избираю, я все равно делаю с виновным. Но надо смотреть по обстоятельствам. Иногда приходится говорить, а иногда молчать, иногда доказывать. Когда касается дела церкви святости, тогда прямо говорит, требуй суда кесаря, как Павел. Не надо думать, что верующий это человек, который совершенно безрожищен ко всему. Павел требовал суда. Иосиф праведный сидел. Ты там напомни обо мне, Параона, я несправедливо сижу. Походатайся. Надо ходатай хороших иметь. У нас есть история церковная, которая нам говорит. Надо смотреть. Он неосиф только о себе беспокоился. А мы за церковь, когда поносят истину церковную, надо восстать. Когда поносят имя Христово. Первое послание Песелоникицам 2.14.16. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих иноплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. То есть евреи первые подняли гонения. Они специально инициируют гонения на верующих. Я совсем недавно только узнал, что документировано, сегодня доказано, что гонения, почти все, какие были на христиан, инициированы, то есть подвигнуты были евреями. Потому что еврейки, они оказываются женами важных и царей, и наложницами, и они свое дело там делают. Иногда на добро, как есть в сфере, а иногда на то, чтобы выполнить волю своего Кагала, своего высшего органа, Синедриона. И он говорит противиться. И мы многое претерпели, Павел, как и вы, от своих единоплеменников. У нас кто единоплеменник? И русские. И русские сами друг друга стали раскулачивать, гнать, ломать церкви. Поэтому благодари Бога. Деяние 12.1.2. В то время царь Ирод поднял руку, руки на некоторых, из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. И увидев, что это евреям нравится, арестовал Петра. То есть им это очень нравится, когда будут гнать нас. Это сегодня только говорят люди, что давайте толерантность, терпимость друг к другу. Это все кончится одним разом. И будет показано то, что самое плохое было, а то, что разность разных вер, непокоримость, не хотят ИНН принять. А почему не хотите принять? Когда человек каждый на учете, каждому браслет, чип будет, куда бы ни пошел ты на учете, никаких преступлений не будет, денежной системы не будет. Вы хотите прежних беспорядков, смуты, революции. Верующие будут показаны как враги народа, как враги общества. Что слово враг-то народа это обкатка была только. Это никуда не ушло. Это наработка КГБ, НКВД, МОСАД, ЦРУ. Это все в свое время всплывет. Что гестапо делало Гитлера, это никуда не ушло. Это самое лучшее, что придумал сатана, идти в лобовую атаку. Но это не всегда так будет. Иногда он будет инспирировать, вселять своих людей, побуждать к чему-то тонким образом. За обещание чего-то. Деяние 21.31.32. Когда же они хотели убить его, Павла? До тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он точно взял воинов и сотников, устремился на них. Они же увидят тысячи начальников. И воинов перестали бить Павла. Во времена апостолов было гонение. И вспомнилось пророчество Христа, что будут вас знать и ненавидеть. Но в чем вина, как будто язва общества. И увидишь, что людям это нравится. Гладиаторские бои убили. А ведь есть люди, которым нравилось. Ведь они верующие были. Меня когда арестовали, ну и допрашивают священника из Покровского собора. Его уже нет живых. А я потом, когда дело закрывается, я считаю. И там написано. Закономерный итог деятельности Лапкина. То, что он делал. Вот то не подчинялся закону о религиозных культах. Собирал людей по домам и прочее. То есть он подтверждает, вы правильно сделали это, закономерный. Он желает разрушить наше лояльное отношение с властью. И все записано, и он расписался. Благословен Господь. Я ничего не мог сделать, только молился. И мало того сказал, Лапкин ожидает Мессию с запада. А я сказал на суде, я ожидаю его грядущего на облаках небесных силой и славой великою. И священник сказал, что с моих слов записали неправильно. Отрекся от своих слов. То есть надо молиться. И я не ожидал, что он вдруг отречется и скажет, что записано неправильно. Но я видел, и народ в зале кричали Иуда ему. И может быть и это подействовало. Слова такие на пользу человеку. Но нас, вас будут гнать и будут ненавидеть. Мы должны с этим согласиться. Конечно, если человека все время где-то обогнетали, притесняли, он легче переносит. Как бедняк, когда, ну не дают ничего, да он уже привык картошки, говорит, на Мекину перебиваться. А когда жил в таких роскошных особняках, да прислуги было 10 человек, да охранники, и вдруг ничего нет, вот тогда человек задумается. Труднее переносится то, что неожиданно приходит. Надо заранее к этому готовиться. Я буду всеми ненавидимым. И не бойтесь, что на вас посмотрят косо, что-то скажут, не одобрят. Что бы ни сказали, ты скажи, это даже ничто. И что бы мне плохое ни сказали, они всего не знают. Даже священник всего не знает. На исповеди не все говорим. Почему не говорим? Я считаю, что это никакой не грех, да и забыл, да и священник другой теперь. А мы-то про себя знаем. Поэтому, ну ни на что не надо так болезненно реагировать. Деяние 22, 19, 22. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих Тебя заключал в темнице. И бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды, побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его. А за всем подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо мы не должны жить. Павел говорит о своем прошлом. И били в синагогах, это по-нашему сказать, в молитвенных домах. И я заботился об одежде. Они снимали одежду, она стесняла бросать камни. Заботливый был очень он. Что жизнь отнимали, об этом немало не заботился. И Господь ему сказал, ты много претерпишь сам. И человек, который что-то делал неправильно, а потом ему в таком же возвращается, он Бога благодарит. Не забыл меня Господь. Как один диакон пал в грех там. Ну и не знает, Бог простил меня. Ты все время молился, Господи. Ну дай мне какое-нибудь знамение, чтобы я увидел, что я прощен. Никогда не придумай, что будет сделано. Нормальный. Вчера был, сегодня все нормально. Взял чашу, выходит из чаши. И вдруг лопнул глаз и вытек. Я даже такого не слыхал. Может, я святый, говорит. И он возрадовался с одним глазом. Течет у него, он говорит, услышал Господь. Смотри, какое знамение. Почему? А я неправильно смотрел. Я не рассмотрел истинную небесную красоту. Я за земной погнался. И Бог, да, Он принял от Бога. И нам нет основания опровергать это. Когда мы ищем подтверждение, то Бог его подает с такой стороны, что содрогнется все. И за это надо благодарить. Господи, покажи, что сердце мое тебе предано. И вдруг самый близкий человек у тебя восстает против тебя. Как ты это воспримешь? Или погибает дитя твое. Или пожар, или несчастье. Благодари Бога. Ты просил испытания. Да я не испытания. Я просто хотел увидеть, что действительно меня Бог избрал. Он мне показал теперь, кого люблю, того наказываю. Убедись в этом. Но его-то пути не наши пути. А ты знаешь, насколько разница? Как небо от земли. Так, мои мысли от мыслей ваших. Разница. Деяние 28-22. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об учении всем. Все спорят везде. Это такое учение, которое человека буквально на раскаленную сковородку вывозит. Сразу же. Как только обратился, уже враг всем. В один день. Притом сразу. Почему? Ты перешел на сторону Христа. На той стороне остался дьявол, которому служил прежние твои друзья, которые знали тебя. Они особенно восстанут. И особенно ближние будут. Враги человеку домашнее его. Мы вот все ощущаем это. У нас потерявки. Когда начинали строить, мы так заботились об этом, чтобы родственники приехали. Знаете, ну одним котлом, одним гнездом жить. Самые злейшие враги сделали родственники. Самый большой позор от родственников. Притом злейшие смертные враги сделали. Притом кровные. По отцу и по матери. И ничего нельзя сделать. Какое Бог дает испытания. А что вы можете сделать? Плакать и молиться. И творить добро. У нас нет никакого выхода. Это означает, Господь позволяет и эту заповедь. Прочувствовать на себе. Враги домашние вас будут гнать, будут преследовать, лгать, придумывать. И они сами в это не верят. Деяние 4, 2, 3. Досаду ли на то, что они учат народ и поведают в Иисусе воскресение из мертвых? И наложив на них руки, отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Сразу же пошли стопами Христа. А Христа распяли, а чего жжешь другого? Нас еще пока не распяли. Наш учитель-то какой путь прошел? Если бы он прошел такой путь, жил, за ним ухаживали, болел, он сказал, почему мне нет ухода такого? Почему мне дорогих лекарств не покупают? Учители-то покупали. Учителю купили гвозди, молоток, уксус дали, копье в бок. Ну и все. Он сказал, следуй за мной. Ты хочешь воскресение иметь из мертвых? Царство небесное. Конечно. Но перед этим-то Голгофа, перед предшествием Христа, три с половиной года гонения, антихрист. И никак этого не миновать. Деяние 5, 40, 41. Они послушались его, Гомолила, и призвав апостолов, били их, и запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. А они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Надо вопрос уставить. А я за имя моего Господа Иисуса принял бесчестие или нет? Когда мне стали в обвинение ставить архипелаг Гулах, я стихотворение про Ленин написал. Я не знаю, как этого отгрестись. Мне зачем это? Мне хоть и за имя Господа Иисуса. А меня следователь говорит, а за имя Господа вас никто и не гонит. Вы. Приехал подполковник КГБ, говорит, от своего златоуста хоть мешками распространяй. И никто тебе ничего не скажет. Они мне так засыпили за то, что было непрямое Слово Божие. Я не знал, как отвлекаться. Я пишу, не буду больше распространять, мне не надо. А другие говорят, вот видишь, ты отрекся. Отрекся, отрекся, чтобы только осталось одно имя Господа и за имя Господа. А пришло время этих книг, и архипелаг все продается в магазинах, бери, заново начитано. Всему свое время. Но однако то, что я сделал, оно уже распространилось, раскатилась катушка по всему Советскому Союзу. То уже остановить было невозможно. Деяния 7.29. И побивали камнями Степана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой, и не вмини им этого греха. И никто не сказал, Господи, вот мы отошли от этого мира, мы были такие же, как они, кровожадные, теперь стали другими ягнятами. Ну а почему бы нам мирно-то не пожить? И в семье хочется покоя иметь. А я вам, Господь, говорит, не обещал этого. Я обещал вам только гонения. Вы видите, где кровавые ступни мои ступали? Вы по ним идете, чуть в сторону, там тьма, там пропасть. Иоанн 15.19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Даже когда гонения нет сегодня, все равно мир к нам будет относиться в общем отрицательном. Отдельные люди будут хорошо относиться, а вообще-то мир опасается нас. Потому что мы не так поступаем, мы обличаем, какие-то требования выставляем. Людям это не нравится. Иоанн 15.20. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. То, что нас гонят, это совершенно нормально, правильно. Но будут гнать и статью-то другую давать, как изменники государства. А это не имеет значения. Перед Господом другая статья идет. Иоанн 16.2. И сгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающего будет думать, что он тем служит Богу. Они по-серьезному верят, что надо сжигать Яна Гуса было. Что надо было необходимо гонение от инквизиции. Необходимо было крестовые походы делать. Люди серьезно в это верили. И у нас в России точно так же. Петр Первый ставил таких епископами, которые гнали бы смертно и сжигали староверы вчерашние, которые, как Аввакум, как Морозов, были верные Господу. Они ни в чем не виноваты, эти люди. А ты радуйся, что ты оказался на той стороне, где благословение Господне. Убийцам Бог благословение не дает. Они ответят за все. А ты шлифуй на этом характер. Хорошо молиться, кто мне добро делает. А как молиться за врагов? Я слова говорю, а внутри другое, за чего он говорит другое. И как только услышал о нем, что ему плохо, ну вот. Он гнал меня, а теперь все, получил свое. Да это еще цветочки. Так вот надо это все истребить. А именно скорбеть о нем и плакать. И не желать смерти врагу. И услышишь, что он умер, не радуйся, ибо Господу это не угодно. И Господь прогневается на твой путь, и Он искривится. И тогда надо именно упросить у Господа вершины духа христианского, евангельского. Лука 11, 49. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к вам пророков и апостолов. И из них одних убьют, других изгонят. Если они нас гонят, это нормальное состояние. Значит, мы оказались на той стороне, где гонимые. А с гонимыми всегда сострадание людей и милость Божия. В ангелии от Марка 13, 9, 13. Ибо вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища, и бить синагогах, и пред правителями, и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Претерпевший же до конца спасется. Но невыносимо. Вот я думаю, какие бы муки я перенес, если бы меня арестовали. Прикинусь к любой, ни одной не выдержали. Я не нашел ни одной муки, которой бы выдержали. Поэтому надо заранее решиться следовать за Господом. А помощь подаст Господь такую, что будут мучить, ломать, загонять иголки, а ты как будто ничего не чувствуешь. Только надо быть цельным. Не раздваиваться. Ты вот верующий, все положи на это. Я вспоминаю, в Чечне, в Грозном украли двух священников. Одного отпустили, а другого казнили. Обычно священников они не трогают, а этого казнили. И теперь пишет отец Анатолий, какой он был хороший, как любил. Я этого не оспариваю. Но меня интересовал вопрос, почему они его убили? И теперь ответ пришел. И не где-то, а через газету, щит и вещь, милицейскую. Он был майор КГБ. А потом взялся священником, видимо, то ли задание выполнял от КГБ или как. Что он, почему так сделал, тоже непонятно. Светился КГБ с собой в кармане. И ходил на работу, может он после службы переодевался, и где-то там бесплатно проехать, я не знаю. Но плену-то оказался, когда попыли, да что вы их захватили, да то другое, отпустите их. Отпустить. И решили еще на выходе проверить, проверили ли у него светится от КГБ. Ну тут ясно. Тут уже попросили его по полной программе. Какие он муки испытал, этого сказать нельзя. Вот думаю, Бог дает такое, ему такую ошибку сделал, чтобы вернуть все на свое место. Действительно ты верующий или нет? Я думаю, что покаяние все-таки у таких людей бывает. Все-таки он был в алтаре, служил, слышал, за него молились, и он понял, может быть, ну обычно, это вот мне за то, что я был двойственный, нецельный. Я не весь для Бога. А когда человек за Бога идет, как Анфимий Комедийский, он еще дает пример, он как звезда, «Горит и всех за собой влечет». Матфея 22.6 «Проще же, схватив рабов, его оскорбили и убили их». Настройте себя на этом, мы будем гонимы. Кто-то из нас будет предателем, кто-то будет все доказывать один на другого. Говорит, из вас самих восстанут. Тут написано. Почему ученики настолько испугались и сразу говорят, неяли, Господи. Неяли. То есть каждый увидел предателя не в другом. Они не стали тыкать пальцем. Это может быть и он. Нет, не я ли. Это очень важный вопрос. Придет гонение, и может быть, уже совсем рядом. Внезапно. И мы не знаем, почему причины эти скрыты. Но мы знаем, что Антихи все гонит к одному краю. Да и должно прийти рано или поздно. Матфея 22.6 И 23.34 Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. И вы иных убьете и распнете. А иных будете бить в синагогах ваших, Игнатий, из города в город. И к этому надо приготовиться. Ничего нашего не будет. И негде будет прилечь. Представь, на морозе, в холоде один. Подъезды все закрыты, домофоны никуда. Тогда ты вспомнишь, что домофоны это плохо. И ты скажешь, что самое хорошее место это теплокрасство. А их еще закроют, завалят такими плитами. Это все нам готово. Поэтому, глядя на бомжей, маленько примеривайтесь сами. Ни кусочка хлеба не будет. Может что-то, где-то крошку какую-то помойным найдешь. И это все нормально. Откровение 2.10. Не бойся ничего. Что тебе надобно будет претерпеть? Вот, дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Мучение такое короткое, как 10 дней. Но 10 дней, когда мучение, это тоже долго. Вот когда были на операции, как болезнь, все горит в огне. Утра не дождется. 10 часов и то много. Ну, и все-таки конец какой-то будет. С каждым днем на один день меньше. И Откровение 6.9.11. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвиком души убиенных за свидетельство Иисусова. Итак, слова Христа, говорящие о том, что будете ненавидимы, это является милостью Божией, благословением. Через эту ненависть мира мир отторгает нас, чтобы мы не приближались к нему. Мы радовались, что мы иные, у нас все иное. Хвалитесь своим избранием. Не бойтесь сказать, что я христианин. И пересильте себя и говорите, что я православный. Хотя называться православным сегодня не столько не модно, а позорно. Что бы где ни делалось, все православное. Мы можем переломить эту обстановку. И эта задача почти невыполнимая. Но с Господом все возможен. Аминь.